Студентка Самарского архитектурно-строительного вуза Нана Маргиани стала лауреатом второй степени на конкурсе «Самарский модерн». Нана с детства любит рисовать, говорит, в будущей профессии для нее важна возможность творчества, поэтому выбрала профессию архитектора. Участие в студенческих конкурсах Нана считает необходимой частью своего обучения. Ведь, как правило, мозговой штурм объединяет всех однокурсников. На конкурс она представила портрет Константина Головкина, выполненный в графике, где изобразила самые яркие грани его личности. Конкурс «Самарский модерн» приурочили к юбилею Константина Головкина. Участниками стали более ста школьников и студентов. Конкурс состоял из двух этапов. В финал вышли 45 участников. Лучшими признали 18 человек. Выразил надежду, что со временем кто-то из них впишет своими в историю нашего региона, искусства, став во всех смыслах продолжателем дела Константина Головкина. Ведь важно, чтобы не только жила память о замечательных людях прошлого, но и чтобы тот запал, тот талант, который был у этих людей, уже от нас много лет, увы, ушедших, продолжал жить в новых поколениях. Мы понимаем, что модерн – это только одна из составляющих городского облика Самары. Самара – это очень эклектичный, очень насыщенный и очень интересный архитектурно интересный город. То, как ребята будут, как архитекторы или художники, творить в этом городе, как они будут реализовываться, реализовывать свой творческий потенциал и делать город лучше, конечно же, во многом зависит от них. Я очень надеюсь, что вот эти соприкосновения разных культурных институций, музеев и архитекторов, людей разных профессий, как раз и даст вот эти коллаборации и выход на что-то реальное, будь то выставки, проекты, картины. Увидеть работы победителей конкурса самарцы смогут до конца недели в художественном музее. Кроме того, там же для гостей подготовлена выставка «Человек-город», посвященная многогранной жизни Константина Головкина, его биографии и деятельности, которая была плотно связана с развитием города на Средней Волге. Мария Левина, Николай Епифанов. События.